И снова здорово, с вами Маркус и у нас сегодня пятница, а как обычно по традиции у нас выходит ролик о том, как стоит проходить испытания на время и испытания на время на RC и эта неделя не является исключением. А перед началом ролика зайдите в мою группу по прокачке, качаем быстро, дешево, а самое главное без банов. И сейчас у нас обновились наши наборы прокачки, появилось много всяких разных, так что ребята заходите обязательно. А еще в нашей группе проходит конкурс на 5 призовых мест в честь 1000 на моем канале, всего сделать надо будет 4 простых действия, это подписаться на мой канал, сделать репост данной записи, подписаться на группу по прокачке и поставить лайк под данной записью. Розыгрыш будем производить 15 июня, а я ребята вам желаю удачи. А самое главное не забудь подписаться на мой канал, я каждую неделю укладываю ролики о том, как стоит фармиться, лайфхаки для фармов и все оно в скидках и бонусах в игре. Ну а перейдем же к испытаниям на время. И первым я как обычно ребята расскажу вам как их найти, для начала мы заходим в меню взаимодействия, параметр отображения, другое, там находим испытания на время на RC, ставим естественно параметр показать. И гонку на время тоже ставим параметр показать. После этого у нас на карте появятся 2 маркера, вот здесь у нас в районе аэропорта находится испытания на время, будем проходить мы на бате 801, а здесь у нас чуть поудоль находится испытания на время на RC. Первым мы начнем с испытания на время. Ехать мы на этот раз будем до заправки, у нас как-то разок начиналось оттуда хардкорное испытание на время, это же испытание в разы легче, так как, как я и до этого говорил, ребята, если испытание на время приближается к 2 минутам, то, соответственно, времени у нас гораздо больше, чем нам надо, и это испытание не является исключением. Взял я батя 801, здесь приходится вначале прыгать через крышу, а дальше просто едьте, как я, то есть сначала надо будет выскочить на встречку, а дальше уже, как только вы выйдете со встречки, то есть выйдете с трассы, тупо дать положить песнику, стараясь никуда не влететь, ни в кого не въехать, и все, в принципе, просто и как обычно, основная ваша проблема, это, как всегда, трафик, люди постоянно нам мешаются. Ну и минус этой трассы в том, если вы видите, что вы не успеваете, вы начинаете перезапускать испытание на время, вы отспаунитесь снизу, то есть вам придется подниматься постоянно на крышу автостоянки, чтобы по-новому начинать. Продолжение следует... Ну а переходим к испытанию на время на других транспортах. Да, вы не ослышались, не испытания на время на РТ, я решил для ребят, которые взяли с Эпик Геймса, отдельно, так сказать, часть этого ролика сделать, и для вас, ребята, я буду проходить на тех тачках, которые у вас халявные, а то есть на двух, которые я лично сам выбрал, это Байк Вортекс и Туризм Аэр. В принципе, на них можно пройти, для Байка вам понадобится минимум 60 уровень, потому что мы поставим на него движок 3 уровня, а для Туризма нам, в принципе, подойдет и 32, когда можно установить движок 2 уровня. В принципе, при данных модификациях можно спокойно успеть, если, естественно, постараться. На Байке все те же самые проблемы, это то, что вас могут сбить боты, то, что вы можете сами навернуться и постоянный спаун. Все, в принципе, как вы видите, проходится все точно, как и обычно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а перейдем же к Туризма Аэр. Здесь уже, конечно, по-хардкорнее чуть-чуть, так как это машина и неудобно рулиться. На Байке вы всегда можете спокойно между трафиком лететь, на Туризму же такое не получится. Но на Туризму можно проходить на уровне гораздо ниже, чем на Байке, потому что для Байка нужно будет больше мощей, чтобы успеть. Здесь же, в принципе, они практически есть, то есть надо чуть-чуть поднажать, чуть-чуть модифицировать ее, чтобы успеть. Ну и на всякий пожарный, ребят, установите спойлер. Спойлеры в игре всегда добавляют вам сцепление, даже если вы его убираете. Как ни странно, так всегда засчитывается в игре. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот, я спокойно прошел на двух практически, хочу сказать, практически стоковых транспортных средствах. Так что, ребята, я думаю, вы спокойно успеете. Ну а перейдем же к испытанию на временной РС. Эту трассу я уже прохожу раз третий, может даже четвертый. Я уже, если честно, ребят, сбился. Если вы следите и знаете уже, сколько раз я проходил, то можете написать об этом в комментах, чтобы я хотя бы знал. Потом мне кажется, что я один ролик и тот же постоянно делаю. Но не суть и важно. Все проходится, в принципе, как и обычно. Как обычно, дикая физика GTA нам мешает. Так же, как и боты, но ботов здесь гораздо меньше. Можно, конечно, попасть спокойно под колеса машины. Тоже есть такая вероятность. Но если вы уж видите машину, то, ребята, постарайтесь вернуться, не прыгать под нее. Не самый лучший вариант. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а если вдруг вы прошли испытание на время, а денег на ERC у вас не хватает, то советую для начала получить халявный миллион, который до сих пор раздается в прошлой неделе. Если вы уже его забрали, то еще раз не получится. А если же нет, то, ребята, проходите дальше. Ежедневные задания. Если вы хотя бы одно еще прошли, у вас еще есть трое суток, то есть 9 заданий. Или же, если вы это все сделали, то посоветую поиграть в ликвидацию, либо в задания от Ламара. Ну а это все вот эти лоурайдерские миссии, которые появились там в году 17-м, даже, может, 16-м. Точно не скажу, не помню, потому что, в принципе, если вы это не проходили, вы новичок, то советую пройти, потому что у Ламара есть хоть какой-то сюжетной линии, там даже целая катсцена есть. В ликвидации же вам просто надо будет приехать, всех перестрелять, и спокойно за это получить по 30-35 тысяч баксов, плюс где-то 6К опыта. А для новичков это хороший буст, и можно спокойно апыться. Но если, ребята, вам и этого не хватило, то тогда вам, ребята, советую участвовать в моем конкурсе. Ссылочка, естественно, будет, ребят, для вас в описании, как я и сказал в начале ролика. Ну а если тебе понравилось данное видео, то обязательно подпишись на мой канал, а я и дальше буду искать более качественные ролики. Всем удачи, а я удаляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok